Хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. И будем начинать наш сегодняшний вебинар. Онлайн-обзор, онлайн-разбор, текущая ситуация на финансовых рынках. Вижу, да, коллеги, плюсики пошли. Сегодня не было возможности подключаться вам чуть раньше, как это происходит обычно всегда. Был другой вебинар, который проходил до, поэтому возможность подключиться появилась чуть позже. Поэтому пока у всех участников еще возможности нет, но пока мы с вами такие основные организационные моменты разберем и далее уже продолжим. Я прошу прощения за задержку. У нас вебинар начинается в 7.30, но иногда наслаиваются два вебинара и нужно определенное количество времени на то, чтобы подключиться. Хорошо, у нас сегодня вебинар, как всегда по понедельникам, как всегда в 19.30, но сегодня чуть позже мы начинаем наш разбор, текущая ситуация на финансовых рынках. Перед началом небольшое предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и прежде чем переходить к работе на реальном счету, важно с этими рисками, безусловно, ознакомиться. И все, что дается в рамках данного вебинара, это является только, практически, моим мнением текущей ситуации и не может являться прямой рекомендацией к действию. Вся информация на вебинарах, которые проводит компания Admirals Markets, идет только в целях повышения ваших знаний и, собственно, для обучающих целей. Представлюсь для тех, кто присутствует на нашем вебинаре впервые. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь оригинальным менеджером компании Admirals Markets. В Admirals Markets работаю уже более пяти лет, ну а что наиболее важно, мой опыт в тренинге составляет порядка уже восьми лет. И именно в рамках данного вебинара я делюсь с вами своим мнением о текущей ситуации. Коллеги, небольшой организационный момент, небольшой организационный вопрос. Напишите, пожалуйста, в чат, кто у нас присутствует на данном вебинаре впервые. Я пока вижу, что не так много участников подключилось, но это, скорее всего, связано с тем, что возможность подключения была дана примерно ровно в момент начала вебинара, в 7.30. Но, тем не менее, те, кто присутствует, я вижу новые имена. Пожалуйста, обозначьте себя, кто присутствует впервые, написав цифру 1. И я сориентирую вас о порядке работы, который у нас происходит на данном вебинаре, чтобы вы были в курсе. Прошу вас подойти к экранам ваших мониторов, к вашему компьютеру для того, чтобы писать. А вот Татьяна пишет, что ссылки на почту не было. Сейчас я попробую проверить. Возможно, смогу отправить всем участникам ссылку еще раз повторно. К сожалению, сейчас я тогда это проверю. Коллеги, пока от вас вопрос. Кто пришел первый раз, написать, идентифицировать себя. Что называется, кто присутствует на вебинаре впервые. А я сейчас проверю. Спасибо, что об этом сказали. Иногда платформа вебинаров работает не так, как хотелось бы. И не всегда приходят уведомления на почту. Сейчас попробую отправить всем участникам еще раз, чтобы к нам смогли присоединиться чуть позже. Да, но вот пока не вижу. Ага, Ольга пишет тоже, что не было. Ну, в этом ничего страшного нет. Запись будет добавлена. Постараемся добавить ее в максимально сжатые сроки, чтобы завтра утром она уже появилась. И те участники, кто не смогли присутствовать, уже смогли получить запись, ее посмотреть. Вот вижу, да, что есть те, кто присутствуют в первый раз. Поэтому сориентирую вас. Этот вебинар мы проводим для того, чтобы познакомить вас с текущей ситуацией на финансовых рынках, рассказать о ключевых моментах, ключевых особенностях того, что важно учесть текущей ситуации на рынке. И этот вебинар, он практически рассказывает о целях на неделю. Но для того, чтобы вы всегда были в курсе о текущей ситуации, потому что рынок может меняться довольно-таки быстро, я специально для вас на нашем YouTube-тоннале записываю онлайн-обзор текущей ситуации. Обзор добавляется каждое утро, примерно в 10 часов по московскому времени. Сейчас время совпадает с Таллином, с Ригой. Примерно в это время добавляется запись. И там вы можете увидеть актуальные корректировки на текущий день. Потому что то, что мы разберем с вами сейчас, уже может поменяться, к примеру, завтра. Мы, безусловно, разберем сейчас те варианты развития событий, которые могут быть. Но вот, чтобы получить сжатую информацию, подписывайтесь на YouTube-канал. Ну, нажимайте на кнопку «Подписаться» и включите уведомления, чтобы вы получали уведомления о всех новых видео, которые добавляются на наш YouTube-канал. То есть не только мои обзоры, но и те вебинары, которые проводят нас другие эксперты, которые присутствуют также в нашем расписании. Ну и моя почта, коллеги, все вопросы, которые у вас будут возникать, к следующему вебинару по вашей торговой стратегии, по вашему видению ситуации. Вы можете присылать мне на почту, вот почту я тоже приложил, и вам я буду отвечать, безусловно, на ваш email и выносить эти вопросы на обсуждение. То есть, ну, пока все остальные участники подключаются, очень жаль, что напоминание не пришло, то есть это не должно быть так. Всем, безусловно, должно приходить напоминание, и в следующий раз вам оно обязательно так же придет. Хорошо, перейдем тогда сразу же к делу, что называется. Сейчас я запускаю демонстрацию экрана, запускаю метатрейдер, и от вас мне потребуется подтверждение, что вы его видите. Вот сейчас, так, другой метатрейдер, сейчас я запущу пятый метатрейдер, на котором мы как раз все разбираем. Да, вот сейчас вы должны его видеть. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если он у вас появился. Да, вот сейчас график переключаем на пару евро-доллар. Отлично, да, все, плюсики пошли, поэтому перейдем сразу же к делу. То есть, посмотрим, что у нас, во-первых, происходит на текущий момент, и какие ситуации важно учесть. Начнем, как всегда, с пары евро-доллара. По паре евро-доллара, если мы посмотрим старший таймфрейм, и, собственно, то, что мы разбирали с вами на неделе предыдущей, это вероятность начала восходящего движения. Как раз в прошлый понедельник мы это и с вами рассматривали, данную ситуацию. Собственно, что важно отметить на дневном таймфрейме. Важно отметить то, что на прошлой неделе пара евро-доллара подошла к уровню поддержки в области 1.1659. И от этого уровня мы могли уже ожидать возобновления тенденции восходящей с движениями к цели в область 1.2090. Вот я сейчас обозначу, вот этот канал, который у нас был сформирован. То есть, наша основная задача заключалась в том, чтобы увидеть вот это завершение коррекции, которое было. Потому что пока мы торгуемся выше данного уровня, выше отметки 1.1659, то данное движение мы можем тактовать как коррекция. Говорить о продажах, прошу прощения, и о потенциальном снижении, к примеру, в область 1.03, 1.02 и к паритету с долларом, то мы сможем только после уже движения ниже данного уровня. То есть, фактически, вот у нас, ну, можно увидеть такое, некие попытки формирования фигуры головоплечья, да. То есть, ну, и вот как технический сигнал, как сигнал, который подсказывает нам технический анализ, данное движение может сформироваться. Но пока мы торгуемся выше, приоритет у нас все-таки остается к покупкам. И то, что мы с вами рассматривали на прошлой неделе, это начало как раз вот данного восходящего движения. Вебинар прошлый у нас был 9 октября, вот как раз данная ситуация. Что мы по ней отслеживали, да, я напомню. Вообще, основной принцип, который я для себя использую для принятия решения, это то, как у нас двигаются торговые дни. И если мы видим постепенное закрытие дней, то есть, постепенно у нас, вот сейчас перед вами, да, часовой таймфрейм, у меня включены разделители периодов. Если вы тоже их хотите включить, то в свойствах вашего терминала вы можете выбрать показатель разделителей периодов. И у вас он, ну, собственно, отобразится точно так же, как у меня. Что нам показывают эти разделители? На час, на часовом таймфрейме он нам показывает одни сутки, да, 24 часа. Для валют это, ну, наиболее актуально, потому что валюта у нас торгуется круглосуточно. И это значит, что у нас есть 4 основные торговые сессии. Это тихоокеанская, азиатская, европейская и американская. Так вот, характер движения, он характеризуется тем, как ведет себя цена за предыдущий день. Да, вот если на простом примере посмотреть, что у нас было предыдущее, да, вот у нас есть примерно 25 сентября был. Мы открылись в область 1.1946, да, закрылись в область 1.1845. То есть мы фактически видим снижение. То есть что это нам говорит? Это нам говорит о том, что в этот момент продавцы преобладают. И с большей вероятностью эта тенденция, она сохранится. Ну и как мы видели, практически на протяжении недели продавцы брали верх. Так вот, одним из способов определения точек для входа, да, и присоединения вот к той ситуации, которая сформируется на рынке, это и является принцип определения того, как у нас закрывается торговый день. Можно смотреть более глобально, да, можно смотреть, например, дневной таймфрейм и свечные модели, свечные информации. Но, на мой взгляд, то, что происходит внутри дня, оно также имеет довольно-таки большой вес, и это тоже нужно учитывать. Так вот, покупки по паре евро-доллар у нас начались с прошлого понедельника, да, прошлый понедельник, а после того, как у нас произошло закрытие выше максимальных значений предыдущего торгового дня. Да, вот я сейчас примерно отмечу, где это было, вот таким прямоугольником. И, собственно, вот как раз, когда у нас был вебинар на прошлой неделе, у нас было уже сформировано пробитие, да, оно сформировалось еще чуть раньше, примерно во время обеда, да, 14-часовая свеча, 13-часовая свеча у нас закрывалась за уровнем. Да, то есть, вот основной принцип, который нам подсказывает о том, что рынок уже готов завершить вот это нисходящее движение и может двигаться выше, это принцип пробития, да, то есть пробитие максимум предыдущего торгового дня. И пробитие в данном случае будет являться та ситуация, при которой, по крайней мере, одна часовая свеча и открывается, закрывается за уровнем, да, то есть ниже данного уровня. То есть, если у нас максимум дня был на отметке 1.1740, то, собственно, пробитие, которое произошло во второй половине 9 октября, свидетельствует о том, что тенденции у нас на покупку начинают преобладать, то есть верх оказывается в руках покупателей. Собственно, отсюда мы и рассматривали движение в своем максимуме, оно прошло порядка 120 пунктов по паре евро-доллар, но сейчас мы видим, что оно несколько завершилось. И вот такая небольшая ремарка, коллеги, для вас. В какие моменты данный сигнал имеет больший вес, да, то есть большую силу? Он является более сильным в тот момент, когда пробивается у нас день, в котором был у нас локальный минимум. То есть, если мы посмотрим, к примеру, 6 октября, это была пятница, да, пробитие произошло в понедельник, но чем нам интересен вот этот день, да, который у нас был тем, что этот день является минимальным, то есть у нас был показан локальный минимум за, ну, практически за несколько недель, да, то есть самое минимальное значение. И вот в этот момент этот сигнал, он будет иметь гораздо больший вес, чем, к примеру, вот ранее мы тоже отслеживали ситуацию, да, первые попытки начала восходящего движения еще 29 сентября, был пробит максимум дня 28 сентября, но он был, не являлся минимальным, да, то есть вот у нас минимум был на день раньше, то есть вот этот, ну, такая небольшая ремарка, который дает более надежный сигнал с точки зрения присоединения по данной ситуации. Так вот, собственно, на тот момент мы пошли в рост, то есть рост продолжился фактически до пятницы, в пятницу мы уже не могли обновить локальные максимумы, и во второй половине торговой сессии, ну, там были публикации, были фундаментальные данные, которые, собственно, влияли на волатильность на этот день, и цена уже смогла пробить минимум четверга, да, то есть сейчас я его тоже отмечу. То есть, собственно, вот один из ключевых уровней, по которым можно было выходить, да, из данной сделки, он находился, ну, то есть первая мысль о том, что можно вот из этой сделки выйти, потому что у нас, безусловно, цель максимума, она находилась, ну, она и сейчас находится для роста в области 1.19-1.20, но периодически рынок, он уходит в коррекцию для того, чтобы набраться сил и двигаться дальше, да, что, собственно, мы видим и начиная с прошлой недели, то есть у нас основная информация не поменялась, то есть для нас все еще интересны сделки непосредственно на покупку, но нужно уже исходить от текущих реалий, да, то есть корректировать торговлю, исходя из того, что мы сейчас видим на рынке. Собственно, в пятницу, да, возвращаемся, что у нас было в пятницу. Цена закрывается ниже минимум четверга, что, в свою очередь, нам говорит о остановке, поэтому вот с данных уровней мы могли уже закрывать, например, наши покупки, ну, или стоп-лосс должен будет находиться, как минимум, либо в области 1.17-1.93, то есть его необходимо перемещать, да, перемещать за ценовым движением. И стоп-лосс вот по данному уровню, он также был актуален, потому что здесь он ставился, то есть этот день он был в своем роде, но также максимальным, то есть цена обновила максимум предыдущего торгового дня, мы видели перехай, и, собственно, вот такой торговый день является наиболее актуальным. Сейчас вот попробую найти примеры противоположной ситуации, то есть когда уже позже, ну, фактически, вот, да, мы видим следующий день, да, пятница, который у нас был, то есть чем этот день менее интересен, чем день предыдущий. То есть вот, если выходить из покупок, то есть если вы тот трейдер, который, к примеру, ну, вот берет импульс, да, затем пережидает коррекцию, я также это периодически делаю, ну, либо часть позиции, к примеру, можно закрыть, можно зафиксировать, и потом войти уже по более интересной цене. Выход здесь был гораздо интереснее, потому что уже вот следующий день у нас уровень стоп-лосс, ну, собственно, также должен был быть, находиться именно по данным уровням, потому что в пятницу обновлений максимумов у нас не было. Да, вот это ключевой момент, то есть покупатели пока не могут переломить продавцов, и опять же к концу торговой сессии мы видим уход ниже открытия, то есть день закрылся фактически ниже, чем открывался. Если мы перейдем на дневной таймфрейм, сейчас чуть поближе сделаю, найдем пятницу, то есть вот, смотрите, у нас, собственно, вот этот день, на следующий день уже цена пробивает минимальное значение, которое было, ну, практически на предыдущей дневной свече, и после этого мы можем ожидать, опять же, начала коррекции. Так вот, что нужно учитывать сейчас, да, на текущий момент, торгуя пару евро-доллар. Торгуя пару евро-доллар. Вернулся в чат, да, вопросов пока нет. Сейчас у нас по евро-доллару началась коррекция. Она может продлиться один день, да, может продлиться два дня, может продлиться там несколько недель, и в итоге перерасти в более продолжительный нисходящий тренд. Здесь могло быть два варианта развития событий. Это начинать работать контртрендово, то есть начинать продавать, вот после того, как мы получили данную свечу, собственно, получили сигнал пробития минимум предыдущего дня, и начинать продавать со стоплоссом за предыдущий максимум. То есть фактически где уже была возможность обойти в позицию, то есть это можно было делать и выше, там по 1.1850, да, даже можно было по 1.1870. Главное это уровень стоплосс, который в данном случае имел место ставить на максимум предыдущего торгового дня, то есть на максимум 12 октября. То есть это работа контртрендовая. Но, как я уже говорил, и я думаю, что многие участники об этом помнят, наиболее интересной является та ситуация, которая у нас возникает по тренду, то есть в рамках основного тренда. Мы видим ситуацию, то есть прямо как мы сейчас смотрели на дневном таймфрейме, то, что основной тренд сохраняется восходящий, и для нас наиболее интересно присоединиться на покупку. Так вот, трейдеры, которые работают только по тренду, например, для себя должны получить подтверждающий сигнал того, что продажи краткосрочно закончились, и уже рынок переходит вновь к покупателям. Какой сценарий для этого может быть уже в рамках ближайших нескольких дней? Мы можем увидеть... Сейчас я сделаю чуть покрупнее. Предположим, у нас следующий день. То есть у нас закрывается день текущий, и нам нужно получить уже подтверждение на начало покупок. Если у нас данный день будет закрыт примерно по тем же самым уровням, вот я сейчас обозначил максимум, который у нас пока еще был на сегодняшний день, и я напоминаю, что по этому принципу нужно дожидаться закрытия торгового дня. То есть максимально точно мы сможем сказать уже завтра утром, то есть когда начнется торговаться следующий день. Но предположим, что у нас ситуация остается точно такой же, когда мы сможем, например, вернуться к покупкам по данной паре. К покупкам мы сможем вернуться после того, как цена пробьет и закрепится. То есть на часовом таймфрейме мы увидим по крайней мере одну свечу, которая закроется выше максимума сегодняшнего дня. То есть пока это отметка 1.18.19, но нам нужно дождаться первое закрытие дня, второе, то есть обозначить максимум, который будет, может быть чуть выше, может быть чуть ниже, и уже после этого найти свечу, которая пробивает. То есть если данный сигнал сформируется, то мы сможем входить на покупку вновь на продолжение тренда. То есть, так скажем, вот эту передышку мы подождали, пока цена скорректировалась, и потом вновь продолжаем двигаться за трендом. Потому что рынок – это не только импульсы, не только направленное движение, но и периоды коррекции, которые, безусловно, возникают. Так вот, чтобы опять начать покупать, как я уже сказал, нам необходимо будет дождаться пробития максимума предыдущего торгового дня. В этом случае у нас уровень стоп-лосса будет за минимумом, то есть за минимальным значением, которое будет зафиксировано за этот день. Вот где я сейчас поставил красную линию, это отметка 1.17.77. И, собственно, далее первая цель движения – это область 1.18.78, потенциал роста порядка 60 пунктов. Ну, а цель максимум – это движение в область 1.20. Поэтому, резюмируя сейчас пару евро-доллар, коллеги, я напоминаю, что если какой-то вопрос у вас возникает по той паре, которую мы с вами разбираем, если нужно что-то более подробно ответить, что-то сказать, напишите в чат, я периодически его просматриваю и буду делать остановки на этом разбираться. Потому что моя задача – не только вам рассказать то, что я вижу, но и постараться с вами в режиме диалога это обсудить, что является наиболее важным. То есть вы можете написать, что вы с этим не согласны, вы с этим согласны, и где-то там у нас родится истина. Но пока с точки зрения евро-доллара у нас краткосрочно продажи сохраняются, то есть мы краткосрочно снижаемся, а для того, чтобы начать покупать, нам нужно увидеть завтра обновление максимальных значений предыдущего торгового дня. Эта ситуация может появиться и чуть позже. То есть у нас несколько дней может тенденция снижаться, как, к примеру, было здесь. То есть несколько дней мы снижались, и вот только первые попытки стали появляться там уже спустя неделю, то есть чуть-чуть больше. Собственно, для того, чтобы получать актуальную информацию, на YouTube-канале будет добавляться видеообзор, который вы сможете уже эту информацию актуально получить и скорректировать ваши действия. Но пока мы тенденцию видим сохраняется на ослаблении по паре евро-доллар. Британский фунт по... Здесь тоже довольно-таки интересная ситуация. Отслеживать покупки мы фактически стали, начиная с прошлого понедельника, то есть точно так же цена уходит выше максимумов, которые были 6 октября, то есть пятницу, и отсюда мы получаем также сигнал на покупку. Но вот такое небольшое движение, которых, я думаю, что многих могло смутить, это то, что мы видели 12 октября. Мы видели вот такой прорыв на порядка 150 пунктов, а потом возврат уже обратно. Пара британский фунт, американский доллар в последнее время такие прорывы очень любит. И если мы посмотрим там по истории, очень часто такие ситуации мы сможем наблюдать, с точки зрения как для восходящего, так и для нисходящего движения. Поэтому после закрытия, к примеру, уже, безусловно, начиная сопровождать эту сделку с понедельника, стоп-лосс уже должен был быть перемещен, и минимальное значение, где он должен находиться, это минимум 11 октября. То есть здесь мы могли выйти по стоп-лоссу, то есть там с небольшой прибылью, порядка 23-25 пунктов, и, собственно, далее была также возможность чуть ниже присоединиться вновь на покупку. Но здесь нужно было учитывать вашу возможность поставить чуть больше стоп-лосс, потому что, входя, опять же, чуть ниже, с ожиданием продолжения роста по паре британский фунт и американский доллар, стоп-лосс нужно было ставить за минимум 6 октября. То есть на тот момент он был порядка 120 пунктов. То есть вы могли выйти с небольшим профитом, допреждать эту ситуацию и присоединяться уже чуть позже, к примеру, когда цена уже в пятницу, вновь обновляют локальные максимумы, и вот отсюда мы получаем возможность вновь покупать со стопом за минимум 12 октября. Что на текущий момент? На текущий момент у нас важного и интересного. Во-первых, ближайшая цель по движению по данной паре это закрепиться выше максимумов пятницы, отметка 1.3336. Пока эта ситуация и остается в приоритете. И приоритет он, собственно, будет таковым до тех пор, пока мы торгуемся выше минимумов, которые были в пятницу. Это отметка 1.3248. То есть сейчас, если вы, например, до сих пор находитесь в покупках, если вы в покупки заходили, то уход ниже отметки 1.3248 и закрепление за этим уровнем скажет нам о том, напомнит довольно-таки явно о том, что нужно пока покупки приостановить. И начнется уже коррекционное, может начаться вновь коррекционное нисходящее движение по паре британский фонд и американский доллар. Поэтому пока покупки остаются, но до тех пор, пока пара торгуется выше минимумов, которые были зафиксированы в пятницу. То есть если у нас в ближайшие несколько часов или завтра цена уходит ниже данных уровней, у нас вновь начинается нисходящая формация по паре британский фунт и американский доллар. И если мы посмотрим уже более крупный таймфрейм, ключевой уровень для более продолжительных продаж с возможностью снижения в области 1.19-1.20 по паре британский фунт, она может появиться после преодоления отметки 1.30. То есть пока мы торгуемся выше данного уровня, покупки также остаются в приоритете. Ну и собственно, как мы видим, что тенденция, в том числе и на дневном таймфрейме, остается на укреплении. Поэтому пока покупки остаются в приоритете по данной паре. Собственно, по британскому фунту у меня все. То есть здесь имейте в виду два данных уровня. Да, также коллегию напомню, что в метатрейдерах 4 Supreme Edition, но 4 и для 5 метатрейдера он также используется. Сейчас вы видите, что у меня представлен 5 метатрейдер, который в перспективе может заменить четверку. Есть очень удобная функция, которая называется Admiral High Low. Это один из индикаторов, который входит в пакет как раз Supreme Edition. Вот он так и называется, Admiral High Low, который позволяет показывать максимум и минимум предыдущего дня. То есть для того, чтобы вам было проще отслеживать пробитие, вы данный индикатор можете нанести. И важный параметр, который нужно учитывать, то есть какой бар показывать для отображения. Стандартно показывается текущий бар, то есть текущий день. Нам важен день предыдущий. Поэтому здесь мы меняем переключатель на previous bar и тогда мы увидим максимум и минимум предыдущего дня. Вот как у меня здесь отмечен красным и зеленым цветом. То есть максимальное и минимальное значение за этот день. То есть практически увидим уход ниже данного уровня, выходим из продаж и ждем завершения данной коррекции. Для того, чтобы войти вновь на покупку. Либо чуть меньшим объемом пробуем уже так же и продавать. Вообще, в принципе, мой посыл в трейдинге, то есть моя основная идея – торговать ту ситуацию, которая есть. То есть если рынок падает, значит торговать, значит продавать. Если рынок растет, значит покупать. То есть я не приверженец того, что какие-то факторы, которые могли повлиять несколько лет назад, приведут пару британских фунтов, американский доллар на 1,40, на 1,50. И вот я буду, не обращая ни на что внимания, держать, пока фунт не дойдет до 1,50. Можно ждать этого очень долго. Поэтому я за то, чтобы торговать те формации, которые появляются. Сейчас для меня основная информация – это текущий день. Точнее, предыдущий день. И если цена уходит ниже минимум предыдущего дня, то начинают, соответственно, краткосрочные продажи по данному активу. Но я держу в голове о том, что покупки будут наиболее интересны. Поэтому в завершении вот этой коррекции будет хорошей возможностью присоединиться вновь на покупки по данному активу. Идем дальше. Доллар и иена. Здесь фактически мы также видим продолжение пока нисходящего движения, которое мы отслеживаем после пробития, которое у нас произошло 10 октября. То есть у нас был сформирован уровень поддержки. То есть нижняя граница – это была область 112-28. И фактически здесь каждый день он находился в таком диапазоне. То есть цена двигалась в таком классическом боковике. Так вот, когда мы увидели данный пробой, то есть цена закрепилась, то этим самым нам продавцы подсказывают свое желание двигаться дальше. То есть двигаться дальше по нисходящей. И пока продажи сохраняются, до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимумов, которые были зафиксированы в предыдущий торговый день. То есть у нас важный торговый день – это прошлая пятница, 13 октября. Поэтому уровень, условно уровень стоп-лосс, находится на максимальных значениях, которые были отмечены в этот торговый день. Отметка 112-31. То есть если пара американский доллар и японская иена закрывается выше данного уровня, это может произойти еще в оставшиеся несколько часов или произойти завтра. Но завтра мы будем уже отслеживать максимум с сегодняшнего дня, то есть немножко смещаемся, то тогда уже вероятно начало коррекционного восходящего движения по данной паре. И, собственно, либо краткосрочной покупки, либо уже завершение. Вот той коррекции, которая у нас будет сформирована, даст хорошую возможность для присоединения нам вновь на продажу по данному активу, так как пока тенденция, опять же, в рамках более крупного таймфрейма идет больше на понижение. То есть она остается нисходящая и как цель максимума – это прийти в область 107.97. Идем дальше. Австралийский доллар, американский доллар. Та же самая картина. У нас покупки сейчас сохраняются. Собственно, откуда мы их отслеживаем? Это пробитие максимум, которое у нас было сформировано 9 октября. То есть сам максимум был, само пробитие в прошлый понедельник мы еще не видели, а пробитие появилось у нас во вторник. То есть вот сейчас давайте я отмечу. Вот был максимум за 9 октября и на следующий день мы его пробили и закрепили. Собственно, вот отсюда у нас уже пошел рост. И движение прошло порядка 120 пунктов до своего максимального значения. С тех уровней. Отметку стоп-лост, то есть наш ограничитель убытков, имело смысл ставить при первоначальном входе за минимум 77.30, минимум, который был 6 октября. И вот отсюда мы пошли дальше. Сейчас в покупке тоже смог обновить локальные максимумы, а мы видим, что остается также на минимум, который был в пятницу, это отметка 78.18. То есть если австралийский доллар сможет пробить данный уровень и закрепиться за ним, то мы с вами сможем отметить начало коррекционного нисходящего движения по данной паре и либо опять же начать продавать краткосрочно, либо ждать уже завершения продаж и входить вновь опять по тренду восходящему. Но пока тенденция на покупку остается на приоритете, как и на старшем таймфрейме. Канадец. Вот по канадцу сейчас мы видим с вами ситуацию, при которой завершилось вот это нисходящее движение, которое было примерно порядка 160 пунктов от максимума до минимума. И сегодня, точнее в пятницу данный уровень я сейчас отмечу, в пятницу мы видели пробитие максимальных значений, которые у нас были зафиксированы 12 октября, то есть в четверг, и собственно вот отсюда мы также могли закрывать продажи по канадцу и краткосрочно рассматривать покупки. Но вот сейчас покупки собственно и остаются в приоритете. Тем более сегодня было подтверждение уже в 13 часов, цена ушла выше максимума предыдущего дня, что в свою очередь подтверждает импульс восходящий. Поэтому пока цели по восходящему движению это область 12601. Поэтому рассматривать покупки здесь также сейчас возможно. И важно иметь в виду то, что ближайший уровень стоп-лосса может располагаться на расстоянии. Ну вот если текущие цены это порядка 75 пунктов, то есть за минимум, который у нас был сформирован в пятницу. И пока краткосрочно покупки по канадцу преобладают. Для того, чтобы вновь начать продавать, то есть начать двигаться с основным трендом, нам необходимо увидеть уход ниже минимумов, которые были собственно зафиксированы в пятницу. То есть вот уйти ниже отметки 1,24,53 и далее уже мы вновь сможем начать продавать данный актив. Пока покупки остаются в приоритете. Краткосрочно, напомню. И коллеги, тоже такая небольшая ремарка с точки зрения управления рисками. Я тоже об этом постоянно напоминаю. что сделки, которые идут по тренду и контртрендово, они не должны иметь одинаковый размер риска. То есть что это значит? Если вы начинаете покупать по тренду, то вы можете использовать свой стандартный размер риска, то есть например 1% депозита. Если вы входите в контртрендово, то есть такая торговая тоже имеет место быть, тем более контртрендовые движения могут быть довольно-таки большие. И в том числе, в принципе, вот эти движения в перспективе могут перерасти в более крупный тренд. То есть ситуация может поменяться глобально. Поэтому такие возможности тоже имеет смысл использовать. Но работая контртрендово, моя такая небольшая рекомендация, уменьшайте риск. То есть если вы входите стандартно с риском 1%, то работая контртрендово, входите с риском полпроцента или треть процента. То есть треть от вашего рискового капитала, который вы можете использовать в одной сделке. И тогда это добавит жизнеспособности вашим операциям. Ну и в целом вашему депозиту. Поэтому на текущий момент тенденции на покупки краткосрочно остаются в приоритете. А далее пара еврофунт. По еврофунту в четверг мы видели уход ниже минимумов, которые были зафиксированы в среду, что в свою очередь нас вернуло к продажам по данному активу краткосрочным, и они сейчас все еще сохраняются. Ближайшая цель по нисходящему движению, ну и вот тоже важный момент, мы видели также обновление минимумов, что в свою очередь пока подтверждает тенденцию на ослабление. Поэтому сейчас ближайшая цель это уйти уже ниже отметки 88.55. Это цель на сегодня, на завтра и далее пойти на 87.89. А для того, чтобы начать уже покупать еврофунт, то нам здесь нужно дождаться пробития максимума предыдущего торгового дня. То есть пока у нас не закрыт день сегодняшний, то это максимум в области 89.30. Максимум, который был зафиксирован в пятницу. То, что будет завтра, мы уже также завтра сможем посмотреть и в случае необходимости скорректировать те уровни, потому что если у нас день закроется примерно с теми же самыми максимумами, которые у нас есть сейчас, то в принципе для начала покупок здесь будет достаточно входить при пробитии отметки 89.05. То есть если максимум у нас никуда не сдвинется доставшиеся несколько часов сегодняшнего торгового дня. Поэтому пока по еврофунту продажи краткосрочно преобладают, для начала покупок нам необходимо дождаться пробития максимума предыдущего торгового дня. Золото. По золоту мы продолжаем укрепляться. Ближайшая цель движения это область 1307 долларов за тройскую унцию, далее это 1313 долларов за тройскую унцию. и продолжение данной формации у нас также сохраняется. Начали мы двигаться в сторону роста также в прошлый понедельник, когда произошло закрепление выше максимума в пятницу 6 октября и мы прошли практически от 1276 до 1305. То есть порядка 20 долларов произошел рост по золоту на текущий момент. Сейчас ничего не меняется, покупки также остаются в приоритете и разумный стоп-лосс в рамках дневных движений находится за минимум 13 октября, то есть за минимум пятницу. Если цена уходит ниже данного уровня, то будет актуальный возврат к продажам по золоту. Пока торгуемся выше этого уровня, покупки также остаются в приоритете и цели движения, которые я уже обозначил движение в область 1313 и далее 1328. Нефть марки Брент. По нефти марки Брент мы видим такую неопределенность на текущий момент, то есть фактически боковое движение, но пока опять же в рамках краткосрочной тенденции, то есть нам важно понять, где мы находимся сейчас и куда мы можем двигаться. Я со своей стороны хочу отметить то, что в пятницу 13 октября цена смогла закрепиться выше максимума, в которой у нас были зафиксированы в четверг. Закрепились и пробили данный уровень, что в свою очередь нас вновь вернуло к покупкам по нефтемарке Брент. Сегодня рынок открылся также с ГЭПом и покупки сохраняются. Ближайшая цель по движению это область 59,48, то есть сейчас туда и движемся. а если говорить о продажах, то ближайший разворотный уровень находится на минимумах, которые были в пятницу, область 56,53. И напомню, то, что после закрытия сегодняшнего дня, до закрытия понедельника, уже минимум будет скорректирован на минимальных значениях сегодняшнего дня, то есть уже пробитие для начала продаж можно будет отслеживать по ближайшим ценам, все зависит от того, как закроется текущий день. Ну, а пока покупки остаются в приоритете и потенциал роста это область 59,48. Индекс DAX нас не радует последние дни какой-то волатильностью, то есть большими движениями, а все это связано с тем, что индекс торгуется вблизи максимальных исторических максимумов за все время своего существования. В пятницу был обновлен новый максимум это отметка 13 037 это исторический уровень, то есть там индекс еще никогда не был и сегодняшний год он богат на рекорды по индексу по этому индексу, поэтому тенденция здесь также остается на покупке приоритета. Ну вот как вы видите у меня цели на покупку движения не обозначены, то есть куда она может прийти, потому что ориентируясь на какие-то исторические уровни мы этого делать не можем, потому что там индекс также фактически не был никогда. То же самое можем сказать о графике биткоина, когда мы говорим о максимальном значении, то есть когда мы подходили к 6000 сказать куда он пойдет дальше мы не могли, но мы можем предполагать, что тенденция мы должны держать в голове тот факт, что тенденция с большей вероятностью сохранится, чем поменяется. Поэтому пока индекс торгуется выше минимум в пятницу, это отметка 1212 962 евро за один контракт, то тенденция также остается на укрепление в приоритете. Уход ниже данного уровня нам скажет о начале коррекционно нисходящего движения и вот его завершение вновь вернет к покупкам по данному активу. То есть пока тенденция остается на укрепление, но дальше будем развиваться. Мы постепенно, я начинаю также озвучивать какие-то свои мысли по поводу криптовалют и биткоина в частности, что мы видели интересного на прошлой неделе, это действительно интересно. В принципе, те же самые принципы отслеживания торговли, пробития максимум предыдущей торговой сессии также становится актуально, то есть криптовалюты также видят, ну, не криптовалюты, а участники, которые присутствуют, видят эти уровни и они также повторяются. Напомню, что почему нам были интересны валюты, потому что они торгуются круглосуточно, 5 дней в неделю, а почему нам интересны криптовалюты, потому что они торгуются вообще без перерыва, потому что рынок децентрализованный и торговля идет 24 на 7, поэтому здесь каждый торговый день, он, безусловно, важен, и я напомню, что криптовалюты торгуются в субботу, в воскресенье точно так же. Вчера мы видели вновь подход к максимальным значениям, в воскресенье это отметка 5820 по биткоину, собственно, сейчас тенденция на покупки она сохраняется, она идет в приоритете, ну, а начало коррекции, то есть коррекционное движение, которое позволит войти в данный инструмент уже непосредственно по более интересной цене, мы сможем увидеть после ухода ниже минимумов, которые были зафиксированы в воскресенье, отметка 5444, поэтому пока торгуемся выше данного уровня, покупки также остаются в приоритете, ну, вообще, на мой взгляд, если говорить о рынке криптовалют, то здесь покупки в принципе должны быть в приоритете, потому что пока тенденции идут только к росту, но, безусловно, важно учитывать то, что большие просадки здесь могут быть, поэтому фактически уровень до стоп-лосс, если вы планируете сделку долгосрочно, то он должен находиться фактически на нулевом значении, то есть вы, открывая сделку по криптовалютам, должны ее открывать таким образом, что просадка в 99% движения, она не, ну, то есть, ваши сделки не закроются, у вас будет достаточно маржи для ее поддержания, и напомню, что в Admiral Market с биткоином торгуются с плечом 1 к 5, поэтому, покупая 1 биткоин, то есть, например, сейчас цена там 5600, то есть, если покупать без плеча, то вам нужно 5600, а с плечом в 5 раз меньше, то вы все равно должны учитывать, что просадка там на 30%, на 50%, даже на 80%, она может быть, и вот той свободной маржи на вашем счету должно охватать. Можно открывать биткоин также с объемом 1 сотая, то есть, фактически, минимально, имея минимально 56 долларов на счету, вы можете купить сотую часть одного биткоина, и также с ним работать, то есть, он наиболее интересен по зрению того, что движение к это крайне волатильный инструментов, то есть, последний минимум, который у нас был сформирован, это после максимума в области 5000 мы снизились до 3000, и, собственно, с 3000 мы выросли практически на 100%, то есть, никакая валюта, никакая акция такого роста не даст, и даже вот таких возможностей прибыли пока ни один из инструментов не дает, для спекуляций криптовалюта сейчас очень интересна, то есть, даже обходя с минимальными рисками, то есть, с той просадкой, которую вы для себя могли позволить, на ваши вложенные средства вы могли получить 100% прибыли буквально за несколько торговых недель по данному инструменту, поэтому если кто-то в том числе работает с криптовалютами, мы будем все больше и больше о них говорить, я буду включать их в наши обзоры, будем делать отдельные видео по тому, как с ними работать, но пока вот такая информация несколько сжатая, это все-таки новый инструмент, и его мы постепенно начинаем вводить в наш обзор, да, вот Татьяна задает вопрос, получается, по крипто вообще не нужно ставить стоплос, смотрите, отвечу таким образом, да, все зависит от того, от вашей торговой стратегии, то есть я для себя, ну вот мое мнение, это в принципе не стараться ловить какие-то максимумы для того, чтобы продавать, да, то есть я по криптовалютам пока буду оставаться покупателем, да, то есть если цена будет выходить ниже, я буду искать для себя точки для входа, да, то есть именно на покупку, а с точки зрения стоплос, то есть если вы планируете держать эту позицию, то есть там несколько недель, несколько месяцев, ну и так далее, то у вас должно хватать маржи для поддержания этой позиции, то есть условно, там валютная пара, они не могут там уйти на 30% даже за несколько месяцев, а биткоин может, да, он может уйти туда, там за неделю, и я не могу вам рекомендовать не ставить стоплос, да, то есть здесь вашим стоплосом будет максимальная маржа, да, то есть свободное средство, которое позволит вам держать эту позицию, даже если он опустится до одного, до, если биткоин будет стоить один доллар, да, условно открывая позицию там одним лотом, да, то есть покупая один биткоин, у вас на счету должно быть 5000, то есть если цена опустится, то у вас вы сможете продолжить держать эту позицию, ну, если открывать меньшим лотом, то есть минимальный лот это 1 сотая, то есть в 100 раз меньше, то есть у вас должно быть на биткоин зарезервировано порядка 600 долларов, да, то есть если вы открываете 1 сотая, если 1 десятая, то 600 долларов, если одним лотом, то 6000, да, то есть вот такой принцип, и на мой взгляд он сейчас является довольно таки рабочим. Хорошо, коллеги, я по основным вопросам, которые хотел сегодня рассказать, я рассказал, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, то сейчас еще можете написать, я приношу извинения за технические неполадки, что не пришли напоминания, но если мало ли это произойдет в будущем, то помните, что на нашем YouTube-канале вы всегда сможете найти на следующий день запись вебинара, поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите наши ежедневные обзоры, наши онлайн-трансляции, которые мы проводим на YouTube-канале. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить о том, что завтра в 11.30 будет следующая онлайн-трансляция, сейчас я вам сразу же скину ссылку, чтобы вы смогли к ней присоединиться, то есть для себя открыть, добавить закладки и подключиться завтра в 11.30 по Москве. Завтра будут выходить данные по инфляции в Великобритании в 11.30 и мой коллега Фредерик Даниэль будет комментировать это событие. Собственно, для того, чтобы ее просмотреть, вот я прикладываю ссылку прямо на трансляцию, там есть кнопка напомнить, вы на нее нажмете и вам придет напоминание. Вот все трансляции, которые у нас проходят, будут проходить, их будет несколько в неделю, но пока на этой неделе только будет одна, потом их как событие будет больше, будем делать больше трансляций, потому что вы всегда смогли их смотреть онлайн, подписывайтесь на YouTube канал и будете получать уведомления о наших следующих трансляциях. Также на этой неделе в четверг Фредерик проведет вебинар по парному трейдингу, парный трейдинг это определенный метод торговли, который в принципе не завязан на то, чтобы смотреть куда там цена идет, вверх или вниз, там это в принципе неважно, там рассматривается основной корреляция, то есть там есть нефть марки Brent, есть нефть марки VTI, и вот принцип заключается в том, что смотри, когда эти два инструмента расходятся и работать именно на расширение вот этого спрета, можно сказать, но спрета здесь в несколько другом понимании рассматривается, но вот когда эти два инструмента начинают расходиться, то есть по идее они движутся всегда в одном направлении, а вот когда появляется такое расхождение, это подразумевает открытие сделки по данным инструментам. Вот как раз в четверг Фредерик в 19.00 об этом расскажет, поэтому вас также приглашаю, вот ссылку на регистрацию я приложу. Хорошо, коллеги, если пока вопросов нет, тогда будем прощаться, завтра с утра на YouTube-канале будет свежий видеообзор, обязательно его посмотрите, для того, чтобы уже сориентироваться о том, что будет завтра, во вторник, 17 октября. Всем желаю хорошей торговой недели, до хорошего вечера и увидимся уже на новом видео.